Итак, друзья, восьмой, последний бой весовой категории до семидесяти и трёх одной восьмой финала. В синий угол добро пожаловать, боец из Литвы, Александр Склейверс! Ну что, дорогие друзья, чеченский боец в этой весовой категории всё-таки будет, и это будет Абдула Альмурзайев. Ну а это Александр Склейверс из Латвии. Правда, конечно, вот в ММА у него четыре боя, всего одна победа и три поражения, но, тем не менее, походу, как он проявит себя здесь, в этом автогоне, на чеченской земле. Красного приглашается его соперник, боец из Волгограда, встречайки, Ламали Навигел! Ну и заперник Александра Склейверса Лома Линалькиев, который представляет бойцовский клуб Молгоград Паэль. У него шесть боёв, профессиональный боёв в ММА, четыре победы, два поражения. Ну, сами понимаете, что вот эти вот цифры ни о чём не говорят, потому что в конкретном бою побеждает тот, кто силён не вообще, ни в принципе, ни по цифровым показателям, а тот, кто сильнее в данный конкретный момент. И вот то, кто сильнее сегодня Лома Линалькиев или Александр Склейверс, это мы с вами узнаем. И напомним, что все семь предыдущих боёв у нас в этой весовой категории оканчивались раньше положенного времени. До окончания второго раунда, как говорится, никто не дожил. Досрочные победы одного из соперников. Ну, посмотрим, поддержат ли эту традицию Александр Склейверс и Лома Линалькиев. Досрочные победы Итак, бойцы восьмого боя. Боец в синем углу. Чемпион стран Балтии по кикбоксингу. 22 года. Рост 186 сантиметров. Вес 69,7. Профессиональный рекорд ММА. Четыре боя. Одна победа. Три поражения. Из Латвии. Александр Склейверс. Рига. Боец в красном углу. Чемпион Южного Федерального округа по рукопашному бою. Ему 23 года. Рост 178 сантиметров. Вес 73. Рекорд ММА. Шесть боёв. Четыре победы. И два поражения. Представляющий бойцовский клуб Волгоград Файт. Из России. Ломали. Нальги. Да, ну что можно сказать об Александре Склейверсе. 22 года. И он сам рослый представитель этой весовой категории. Но, честно говоря, вот смотрится этаким гузнечиком длинным и тонким. Ломали объявляется предупреждение с жёлтой карты. Ломали Нальгиев, конечно, смотрит более сбитым таким, более мощным. Но начинает, начинает с жёлтой карточки Ломали Нальгиев. А вот в этой весовой категории это уже третье предупреждение до начала поединка, которое судьи выносят одному из бойцов. Но вот получается, что сейчас Ломали Нальгиеву нужно быть гораздо более активным, чтобы вот ликвидировать дефицит в один балл. Ну а как Склейверс будет вести этот поединок, мне лично очень даже интересно. Конечно, длинные руки, длинные ноги. Можно атаковать с дистанции. И вот так вот сразу же попадается на захват своего соперника. И теперь, теперь посмотрим, как Склейверс будет биться у нас в партере. Ну шею своего соперника он захватил. Ничего пока не может сделать у нас в партере его соперник. Ломали Нальгиев. И что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Но не удушающе так болевой. Вот Омолин Альхиев очень быстро, очень быстро справился со своим соперником. Ну, не сказать мгновенно, но не знаю, самая ли быстрая это победа в весовой категории до 70,3 килограмма, но просто очень быстро. Итак, в этом бою на 58-й секунде болевым приемом победу одержал Ломолин Альхиев. Благодаря!